Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Крохтианапа, поселок Витязево. Сегодня у нас на обзоре будет гостевой дом. Находится он на Южном проспекте 30, в самом сердце поселка Витязево. Но при этом на хорошем расстоянии, чтобы не слышать шум параллелья. Там я уже отснял номера, встретился с подписчиками, которые вот сейчас сидят и отдыхают на этих балконах, смотрят на наше великолепное Витязево, и вы их отзыв тоже услышите. Ну а теперь давайте поближе познакомимся с этим гостевым домом, а потом прогуляемся на наше штормящее море и великолепный пляж, который называется Мира. Самое важное, что вы должны увидеть, то что, во-первых, весь двор утопает зеленью, во-вторых, есть парковка по фасаду абсолютно бесплатная для вас. Заходим во двор через такую вот зеленейшую просто арочку, и это сразу уже располагает к отдыху. С правой стороны есть ногомойки, где вы можете сполоснуться. Ну и самое важное здесь дерево, которое как раз таки сейчас и цветет, это сафора японская. Она очень полезна для людей с легочными заболеваниями, чтобы оздоравливаться, можете приезжать именно сюда, находиться во дворе, дышать воздухом. Там пляжная зона. Мы сначала пройдем в зеленую зону, где вы можете посидеть в беседочках, отдохнуть со своими детками и взрослыми. Территория здесь большущая, и места хватит всем для вечернего времяпровождения, либо в пик жары, чтобы вы также здесь посидели, подышали воздухом. То есть вы сами все видите своими глазами, посадочных мест очень много. Также есть качели, есть лазалки для детей, еще качельки, песочница. Я помню, когда я снимал первый раз обзор на этот гостевой дом, там мы, кстати, делаем пересем, потому что есть небольшие изменения. Рассказывали, что здесь дети могут переголариваться. Сделано как корабельное радио. И там у нас есть такая вот площадь еще большая, на которой вы тоже можете устроить какое-либо мероприятие или позаниматься активностями со своими детьми. Ну и еще две беседки. Беседки здесь с освещением, то есть в вечернее время будет очень даже комфортно. Мы проходим дальше. Здравствуйте. И здесь вы тоже можете увидеть, что есть и лавочки, и озеленение. С правой стороны у нас вход на рецепшн в деревянном, в китайском стиле или может быть какое-то другое, я могу ошибаться. И обратите внимание, сколько разнообразных растений на территории данного гостевого дома. Здесь есть шезлонги, на которых вы сможете полежать, посидеть на лавочках. Есть качели, в которых сидят дети. Также присутствуют разнообразные детские игрушки. Вот такой вот вертолетик и еще одна качель. Отсюда сразу же вход в крытый бассейн, в который вы можете абсолютно спокойно поплавать в любую погоду. И это большой плюс данного гостевого дома, так как вы не будете зависеть от того, что происходит на улице. Здесь работают фонтанчики, водичка чистая, бассейн имеет две зоны с гидромассажем, где отдыхать можно и с детьми. Ну и также большая площадь для того, чтобы не оккупаться. Здесь также имеется санузел. Вид бассейна на зону для загорания просто великолепен. Мне очень нравятся места, в которых столько внимания уделено зеленью. Не где просто плитка, а везде, как вы можете видеть, растения в горшочках и так далее. То есть хозяева с трепетом к ним относятся, они у них живут и размножаются, если вдруг вы сразу не заметили. Ну и здесь такая вот зона отдыха. Есть лавочки, на которых вы можете посидеть, просто пообщаться, подождать. Ну а мы с вами заходим на зону рецепшена. Здесь имеются диваны, телевизор. Также работает хорошо Wi-Fi. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас встретили. Как вас зовут? Анастасия, с Рязани. Машином и ручкой. Как тебе здесь отдыхается? Мне очень нравится, мы только вчера приехали. Десять лет приезжаем, юбилей уже в этом году. А именно сюда приезжаете или в разные места? Мы раньше в Хеллсе были, в этот раз сюда помню. Как тебе этот гостевой дом? Все понравилось? Моя мама есть. А в бассейне купались? Нет, только вот первый, ну вчера первый день вечером приехали, и сегодня будем попаться как раз. Здравствуйте, гостевой дом Флагман. Раз приветствовать вас в наших пинатах. Мы доработаем как такой, как бы семейный отель или дача. Вы приезжаете на дачу, бывает, что там где-то шломается, там телевизор не работает. С водой бывает проблема, со светом проблема. У нас есть дизель, есть емкости для воды, как бы все обеспечиваем. Когда какие-то есть проблемы у людей возникают, решаем по мере необходимости. Бывает и доктора помогаем там найти, еще что-то куда-то, кого-то увезти, привезти, организовываем все питание. Док, места, все. Бывает даже свои номера даем, чтобы люди спали в тяжелое время наше. С территории рецепшена есть спуск в столовую, сразу же отсюда в цокольный этаж. Режим работы столовой вот такой. Есть место, где помыть руки. И заходим на раздачу. Можем видеть, что есть выпечка. Это блинчики с вишней под сладким соусом. Есть обычные бусы. Запеканочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Рыбка, котлетки, плов, макароны, англич, брокколи, еще больше разных сладостей. Это у нас Наполеон. Все, домашняя выпечка, все здесь делается. На Камуне выпечка делается вечером. Вся региона. И также соки. Сам зал по себе очень просторный. Места много. Есть детские стульчики, где посетить. Места реально очень много. Хватит абсолютно всем гостям, кто придет сюда на обед, друзья. Также есть разнообразные салаты. На завтрак сегодня каша овсяная, манная и дружба. Также есть на обед по 4-5 супов. То есть выбор огромный, друзья. Хочется сразу отметить огромные лестницы, друзья. Ширины очень много. Ступенька широкая. 47-й размер ноги становится очень легко. И приступок маленький. То есть подниматься, можно сказать, одно удовольствие. На этажах имеются утюги с гладильными досками. Прежде чем погладить, всегда смотрите на подошву утюга. Мои подписчики оставляли отзыв о том, что взяли и испортили платье. Потому что перед ними вот он подпалил утюг. Поднялись на второй этаж. Сейчас мы с вами посмотрим номер 206. С правой стороны при входе есть прихожая, куда повесить ваши вещи. Место для хранения. Шкаф с таким вот наполнением. С левой стороны есть зеркало. Заходим в комнату. Здесь три спальных места. Односпальная кровать, двухспальная. Две прикроватные тумбочки. Бра на стенах. Также есть предсистема. Телевизор и холодильник. Есть передвижной столик и два стула. Санузел в этом номере довольно-таки просторный. Есть унитаз, душевая зона, раковина, зеркало. Выходим, друзья, на балкон. Это балконом сложно назвать. Это настоящая терраса. Есть место, где повесить ваши вещи. Стол, два стула и такой вот вид на витязь. Паралия в шаговой доступности. Места действительно прям очень много на такой террасе, чтобы разместиться вам втроем. Еще можно от друзей позвать. Сейчас приехать в этот номер можно за 3400 рублей. Также есть такие вот детские кроватки. Цена дополнительного места 400 рублей. Могу поставить вам небольшую раскладушку. Принялись на третий этаж. Сейчас мы посмотрим с вами номер 303. Номер это также рассчитан на троих человек. С левой стороны заходим, есть прихожая. С правой стороны зеркало. Проходим дальше в комнату. Здесь две прикроватные тумбочки. Двуспальная, односпальная кровать. Передвижной столик, два стула, телевизор, холодильник, сплит-система, бара по стенам. Снимаем специально показать, что есть еще и вот такого формата балкончики. Говорят, тоже пользуются популярностью, что довольно-таки тихо. Заходим и смотрим. У нас вид балкона в левую сторону. Здесь, видите, немножко стена перекрывает. Но стараемся показывать все как есть, все по-честному. Поэтому все вы должны видеть. Уполнение шкафа стандартное. И санузел такой же. Унитаз, душевая зона, раковина, зеркало. Вешалка для полотенцев. Стоимость номера идентична. 3400 рублей сегодня. Четвертый этаж, друзья. Здесь мы с вами сейчас посмотрим четырехместное размещение. То есть номер рассчитан на большую семью. Здесь двуспальная кровать. Есть две односпальные. Три прикроватные тумбочки. Сплит-система. Холодильник. С правой стороны прихожая. С большим тресфорчатым шкафом. Есть стол передвижной со стулом. Смотрим наполнение. Правая часть вот так выглядит. А это левая. Санузел в этом номере. В таком формате. Унитаз, душевая зона, раковина, зеркало. Стук, кстати, еще один. Теперь мы посмотрим балкон. Здесь он тоже большущий. И с видом на проспект Южный. И ту зеленую зону, которая находится спереди гостевого дома. Есть стулья, стол. Вышел. Я прям, честно, сейчас тут залип. Начались воспоминания о том, как это было. Когда-то красивейшая территория. Великолепнейшие виды. Когда-то здесь был пустырь. Сзади меня текла река, в которой мы ловили рыбу, черепах. Сейчас это гостиничный комплекс с великолепным отдыхом на лучшем черноморском побережье России. Цена за этот номер сейчас 3 800. Ценник плавающий, ребят. Вы позвонили, уточнили, что как, что, почем. Мы поднялись на пятый этаж. Сейчас посмотрим номер 507, друзья. Он отличается великолепным видом. С левой стороны здесь прихожая с местом для хранения. С правой стороны санузел и зеркало. Номер такой же стандартный, трехместный. И мы пришли его показать, как раз таки, ради того самого вида. Хочется отметить, что здесь очень высокие потолки. В основном все под 3 и больше метров. То есть большая кубатура воздуха. Вы будете дышать свободно. Сейчас включили кондиционер. Тут прохладненько, классненько. Имеется 3 спальных места. Двухспальная, односпальная кровать. Две прикроватные тумбочки. Стол, два стула. Набор посуды. Есть телевизор, холодильник. И давайте сразу же выйдем на террасу. Наполнение стул. Стол, еще два стула. И вот такой вот вид, друзья. Посмотрите, какая красота. Это наш любимый поселок. Видите, зван. Панорама просто великолепная. Здравствуйте. Вот мои подписчики. Хорошего вам отдыха. Как вам здесь? Честный отзыв. Честно? Замечательно. Столовая. Огонь. Это приятно. Здравствуйте. Тоже я могу вам рассказать. Давайте поближе. Подходите. Может, мне надо присесть? Зачем? Нормально? Да. Вас видно хорошо. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ага. Откуда вы? Я из Москвы. Угу. Расскажите. Я лет не была в Анапе, да, хотя везде, где только можно было, но в связи вот с такой серьезной ситуацией в стране приехала в этом году в Анапу. Отдых чудесный, прекрасное море, ухоженный пляж, который убирают каждый день. У меня хуже, чем в Испании. Я вижу, что и специальные машины убирают пляж. А я каждое утро в 5 утра выхожу на пробежку. Прекрасная, кстати, трасса здесь. Да, юго-моря, да, великолепно. Прекрасно. Сам отель не уступает европейскому номерам. Шикарные кондиционеры работают. Убирают каждый день номерам. И мне здесь очень тихо отдыхать, да, в смысле, что хорошие жильцы, люди такие спокойные. Поэтому очень комфортные условия. Ну и вот сейчас уже сказали про питание. Действительно потрясающе. Очень вкусно готовят. Я думаю, что каждый отдыхающий нашел для себя какую-то нишу вкусовую. В том числе я приверженец диетического питания. И действительно высокий уровень. Плюс сами администраторы, да, хозяева этого отеля, Татьяна и Игорь, они очень внимательны к каждому постояльцу, к каждому приезжающему. Ну, это самое главное для хорошего отдыха, хорошие отношения. Вам желаю, чтобы вы не разочаровывались. У вас все было великолепно. Спасибо за ваш отзыв. Всего вам хорошего. Вас как зовут и какой город? Поселок Уделья. Ага. Это Роскосковский, Московский. А зовут как? Хорошего вам тоже отдыха. Спасибо. Спасибо вам, Паша, кстати говоря. Отзывов, да? Да, да, да. Спасибо, ребята, от души. Так, это вообще прям вышел про номер снимать. В итоге отзыв записали. Ну, давайте посмотрим еще и санузел, друзья мои. Санузел выглядит вот так. Унитаз. Здесь душевая зона, раковина, зеркало. Ну, это место для хранения. Что хочется особо отметить, дорогие друзья, если вдруг вы приезжаете и чего-то вам не хватает, вы всегда можете обратиться к хозяевам, как сказали, отзывчивые, все помогают. И дай бог, чтобы так было всегда и не было, как говорится, негативных отзывов. Все по-честному. Вы видите, все как выглядит. Никак по-другому оно выглядит не будет, когда вы приедете. Если будут какие-то изменения, мы придем с ними. Этот номер сейчас стоит также 3400 рублей. Как вы увидели, они здесь все примерно однотипные. Двухместное размещение идет именно в трехместные номера. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Осталось прогуляться на море, чтобы вам показать вообще эту атмосферу нашего Витязева и что там происходит на пляже. Там вчера был сильнейший шторм. Сегодня будет великолепный, красивейший берег. Волна еще приходит на берег. Посмотрите, какая красивейшая монстера стоит на лестнице. Так, у нас здесь еще мама пришла. Как вас зовут? Добрый день, меня зовут Светлана. Вы вчера здесь совсем рядом кушали шашлычок. По приезду ночью, где это было, у кого? Да, мы по вашим рекомендациям пришли к вашему другу Артуру и у него приобрели шашлычок. Шашлычок из мяса, мясной и из морепродуктов. Все было очень вкусно, нам понравилось. Вернемся еще раз. Большое спасибо вам за вашу рекомендацию. Смотрим вас уже в течение 10 лет и рады встрече с вами лично. Очень приятно. Но я не про шашлык спрашивал, а про Артурчика. Душевный чувак. Очень. Встретил достаточно приятно. Приятно было пообщаться. Душевный человек. И можно и нужно обязательно вернуться еще раз. А самое главное, что это находится в 50 метрах от вас. Совершенно рядышем. Все. Спасибо вам большое. Вам хорошего отдыха. Очень приятно. В Рязани привет. И от меня тоже. Но мы, друзья, отправляемся с вами на пляж. Заявляют 600 метров отсюда проход до моря. И стесняются все. Я очень рад встречать своих подписчиков. Вам спасибо огромное. Представляете, 10 лет смотрят меня. Так я была, как говорится. В общем, выходим на перевод Лок Витязь. Можно пройти, конечно, вот сюда налево через параллель, если вдруг вы хотите. Можно пройти на улицу Мира. Мира будет просто покорочено на расстояние прогуляться и дойти до более свободного пляжа. Здравствуйте. Как вас зовут? Привет. Подписчикам привет. Меня зовут Павел. Меня зовут Дима. Мы из Переславка-Залезка, Ярославская область. Приехали. Вот смотрим Юлию давно. Спасибо большое. Мы думали в ГМТ, правда, не были. Сейчас встречали к вам сюда. Думали, не встретим меня когда. Вот, наконец-то. От души, ребят. И здесь я. Хорошего отдыха. Моим всем подписчикам. От души. От души. Ну, 600 метров, сколько вы ходите, столько по времени у вас и получится. Мне постоянно говорят, ты бежишь там или еще чем-то. Не имеет смысла даже показывать. Я вам скажу, что я дойду это расстояние легко за 12 минут. То есть за сколько вы пройдете, выбирайте сами. А если еще быстрее, можно минут за 8. Бывает, иногда опаздываю, минут за 5 бы пробежал. А то еще быстрее, что такое 600 метров до моря. По прямой здесь огромное количество разнообразных фудкортов. Продают нужные и не нужные вам вещи. Есть, в общем, где посидеть, если вы вдруг уже устали и отдохнуть. С утра мужички жарят тоже шашлычки. То есть ваше удовольствие здесь обеспечивается по полной программе. С тройными рядами люди идут на море. Сегодня очень полезно, так же, как и вчера, гулять, дышать. Море потихонечку успокаивается. И это тоже огромнейший плюс. С левой стороны здесь фрукты, овощи продают разные сувенивтики. Везде есть тротуар, то есть колясочки, можно будет очень легко проехать. Мне сегодня, когда пришел гостевой дом Фарон, встретили две мои подписчицы. Вы Юрий Азаровский, да. Ими бац, скинулись обнимать. Это так было круто, так приятно. Просто вот до мурашки я рассказываю. Смотрите, девчонки, какие вы эмоции вызвали. У меня аж до слез такие глаза. Здравствуйте. Хорошего отдыха. Дю. Очень приятно. Наши ребята везде. Это вообще круто, круто, круто. Для них уже жарят вкусняшки по пути на пляж. То есть покушать есть везде, где. Ну, в общем, невероятно. Я вот таким моментом просто восхищаюсь. После них хочется очень сильно жить. Доходим мы, друзья, до пересечения Знойно-Серебряной улицы. И дальше уже по улице Мира остается совсем немножко, чтобы дойти до пляжа. Отсюда мы уже с вами видим Дзюны. Наш лучший в мире пляж. Обещали нам 24 градуса. По факту сейчас 28,5. То есть температура очень хорошая и комфортная. Выбор продаваемый продукт. Здесь, конечно, великолепно. Смотри, когда девочки покупают вместо пива водичку, аж душа радуется. Молодцы, красоточки. Подходим здесь. Здесь фруктовая точка. Часто у них спрашиваем ценники. Но сегодня у ребят здесь все занято. Не будем отвлекать. Людей сейчас, видите, здесь очень много. И это невероятно круто. Ребята, вообще, там пицца-печа. Кстати, если вы приезжаете сюда и переживаете, что вам чего-то не хватает, не переживайте. Как тебя зовут? Ваня. Маши ручки, Ваня. Откуда? Из Владимира. Папа у нас пришел. Как зовут? Дмитрий. Город Владимир. Хорошего отдыха. Спасибо, ребят. Фоткались и побежали дальше. Мне так нравится всегда наблюдать за отдыхающим. Особенно, которые идут с обратной стороны. У них такие лица утвержденные прям. Ребята, отдыхайте. Вы же не на каторге. Вот подписаны фрукты. 160 персик, 180 персик. Есть груша по 100. 250 виноград и 100 рублей слива. Объявление. Раки и рыба. Постоянно спрашивают, в этом году где взять. Вот здесь есть. Также по совету моего дорогого друга Валерия, советую вам здесь покупать кофе. Говорит, самый вкусный кофе на параллели вот из этой красной кофе-машины. У них есть еще куча разных вкусняшек и всего-всего важного и интересного. Ну и мой друг, который всегда меня спасает, когда очень сильно хочется пить. Здравствуйте. Что, есть что у вас? Есть что? Здравствуйте, Юрдай. Здравствуйте. Погода радует. Это самое прекрасное. Слушай, сейчас пойду посмотрю, порадуюсь. Меня вчера шторм порадовал. Я покатался в море от души, просто кайфанул. На парашюте? Да, попрыгал на волнах, было все классно. Ну, главное, жив, здоров. Вообще отлично. Можно там охладиться чуть-чуть. Я специально к этому пришел. У вас мохито больше. Слушай, всегда мохито хочу, у тебя самые вкусные. Хорошо, что это делать? Сейчас мы наберемся сил и пойдем в дачу, потому что рыбок на пляж, как говорится, надо сделать. Вас как зовут? Таня. Откуда? Ну, Стимашевскому, из-за Левого Востока переехала недавно. Отлично. Вам у нас нравится? Мне, Витязева, и Лави навсегда. Дай Бог, чтобы так было. Ну, и помолчите ручкой привет всем нашим. Всем-всем нашим. Отдаши. Спасибо большое. Хорошей работы, побольше благодарных клиентов и отличных танцев вечером. Спасибо. Ну и друзья, вкусняшка. А здесь и тай хаку. Вкусняшки для вас, ребята. Можете прийти покушать. Чуть-чуть осталось. Я всегда беру перед пляжем здесь мохито, так как он мне очень нравится. Вкусненький. И мы с вами уже на последнем рывке под водичку доходим куда-куда нам надо. Это улица Скифская. Здесь столовая находится. Перед самым пляжиком и дача Дюны, друзья мои. Можно подняться прям наверх, увидеть панораму всех пляжикой. Ну, а проход к морю находится чуть-чуть правее, чтобы более комфортный и удобный был у вас. Сейчас сезон идет, красота. И вот она, вожделенная дорога к пляжу. Здравствуйте, как отдыхается? Хорошо, замечательно. Как там море? Море шумит. Шумит. Это прекрасно. Хорошего отдыха. Везде наши люди поприезжали все. Как я вам искренне рад, друзья мои. Дай бог, чтобы, как говорится, у вас все было и могли этим как можно чаще насладиться. С правой и с левой стороны это наша достопримечательность Дюны, великолепные в городе-курорте Анапы. Сейчас их облюбовали наши отдыхающие, хотя обычно все жмутся поближе к пляжику. Виды теперь любишь, такие красивые. Сегодня везде наши подписчики. Это прям прикольно. О, и тут, смотрите, сколько людей на дюнах. А впереди у нас такая затопленная зона. Ну, приятно видеть, что столько людей теперь любят наши дюны. Красота. Хорошего отдыха вам. От души, ребят. Там везде, везде наши люди. Как это прекрасно, мои дорогие. Спасибо, что смотрите, любите, цените. Мне это, честно, очень приятно. Хочется, чтобы показывают картинку, потому что там бывают редко затопленные переодевалки. Ну, мусорки есть, туалет здесь есть. Настилы, видите, поубирали, чтобы они не уплыли. Ну, такое бывает крайне редко затопленные пляжи поселка Витязево. Друзья, будете идти на пляж, не забывайте, здесь есть вот такие вот зоны отдыха с батутами. Ну, вы, наверное, когда приедете, уже этих вот озерцов не будет. Мне вот там нравится, ну, такое количество сейчас детей. Прямо плескается. Работают батуты. Есть кукуруза, квас, мохито. Все для вас, друзья, работает и открыто. Сейчас чуть-чуть подсохнет, буквально пару дней, и поставят дальше на стилы. Будет все вообще великолепно и красиво. Ну, а нам остаются считанные шаги до того момента, как мы встретимся с морем. С левой, с правой стороны есть бары, которые можете прийти, выпить и покушать, где-то с мороженым. Побежали. Отлично. Здесь подходим к прокату шезлонгов. Цены на шезлонги вы можете увидеть. 400 рублей по адмоненту, по 300 рублей. Абонемент на 5 дней берется. Людей из моря выгоняют сегодня. Паня запрещено. Можно, допустим, на центральный пляж было поехать, там было все в ромплане. Хорошо. Ну, люди приходят, берут шезлонг сейчас лежать и дышать мусским воздухом. Одно из лучших занятий на наших пляжах. Потому что воздух просто перенасыщен именно солью и всеми очень полезными для вашего организма веществами. Можно поиграть в футбол. Ха, смотрите париков, ребята. Здесь всех выгнали. Тут никто не купается, а там все в море. Я бы, честно, не советовал. Хотя для меня это уже ни шторм, ни ветер. Я вчерашний шторм катался. О, море, кстати, стало прохладнее, чем было. Вот смотрите, какая красота. Черноморская волна, одна за другой, набегает на пляж. Великолепно. Просто великолепно. Значит, если есть желание приехать отдохнуть, не сомневайтесь, сделайте это. Тем более, с такими ценами в центре поселка Витязево отдых у вас пройдет просто великолепно. Великолепно. В общем, батут работает. Друзья, что там, друзья? Везде красные флаги. Я думаю, завтра уже будет все отлично. Но такое море увидеть тоже, честно, стоит. Это хорошо, когда оно гладкое и прекрасное. Но штормящее море, настоящее, мужское. Я люблю гораздо больше. Я когда вижу шторм и ветер, как был вчера, у меня прям... Как, знаете, как у собаки, язык усовывается, надо бежать катать. Красота. Но не надо делать так, как делают эти мужчины. Они делают очень нехорошо. Температура воздуха в море 28,3. Сейчас мы замерим температуру в море. Скажите, там, сколько людей рискуют своими жизнями. Не дай бог, потянет. Там их уже никто не остановит и не спасет, в общем, к сожалению. И замеряем водичку. Температура воды 25,8 показывает. В принципе, комфортно, классно гулять. Вам советую. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь по полной программе. Номеря все напрямую, есть в описании. Также есть все упоминания в названии. Всего вам светлого, ясного, прекрасного. До следующего видео. Всех крепкого дня. Шак, ребята. С вами был Юрий Азаровский. Вам всем привет, черноморские. Ну, немножко моря для вас. Юрий Азаровский. Юрий Азаровский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Юрий Азаровский.